Я понял, что я буду миллионером, я всем вокруг рассказывал, что я буду миллионером. Мне нужно создать какую-то прям вот программу, такую плотную программу, хорошую, качественную, без всякой там эзотерики, мотивации там и так далее, просто вот мясо с картошкой. И с тех пор я начал вкладывать деньги много именно в свое самообразование. Личные финансы и инвестирования традиционно считаются очень востребованной, но очень сложной нишей в онлайн-образовании. Сложной, потому что там очень много конкурентов. Нашему сегодняшнему гостю, резиденту-акселератору Егору Арсланову, удалось запустить собственную онлайн-школу именно в этой сфере. Она так и называется – «Школа денег» Егора Арсланова. Как ему удалось запуститься в такой сложной нише, и чем его школа по финансам отличается от всего, что сейчас есть на рынке, смотрите в этом интервью. Сегодня у меня в студии еще один наш резидент. Это Егор Арсланов, и у него онлайн-школа по личным финансам. Егор, расскажи вообще, откуда появилась эта идея, почему личные финансы, и какие у тебя у самого отношения с деньгами, то есть как ты к ним относишься? Деньги – это что? Отлично. Всем привет. Школа называется, полное звание, онлайн-школа денег Егора Арсланова. Конечно, там основной раскрывается тема личных финансов, сохранения, преумножения капитала. Как я пришел к этому, такой был достаточно длинный путь. Порядка 12 лет назад я заинтересовался этой темой, и еще там в 2000, сейчас точно не помню, короче, в 23 года я уже сформировал свой первый инвестиционный портфель на фондовом рынке. То есть это было очень нетипично тогда, потому что в моем окружении ни у кого не то, чтобы не было портфеля, мало кто вообще об этом задумывался. Но меня это очень сильно захватило. Я стал изучать, я даже работал финансовым консультантом, обучался в разных крупных компаниях, там Альфа Капитал, Тройка Диалог, ну и там другие компании. А потом я ушел в другое направление, совершенно вообще в другое, свой бизнес стал делать, и как-то подзабыл про это все, скажем так. Но при этом свои финансы делал по тем технологиям, которые я, в принципе, узнал. Потом, когда начал уже зарабатывать очень хорошие деньги в бизнесе, понял, что надо к этому как-то обратно возвращаться, опять пересобрать свой личный финансовый план, исходя из того, что уже доходы там более высокие и так далее. Вообще потом у меня бизнес уже успешно, стабильно работает, и такой период расслабона некий такой пошел. Вот, захотел что-то новое, что-то интересного. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар. Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Кстати, вот в онлайн-школу я пришел еще до этого. То есть у меня до этого в 15-м году была онлайн-школа по бегу и по триатлону, потому что я сам активно занимался бегом. Ты Ironman, я знаю. Да, я проходил Ironman. И я на тот момент, кстати, это было вообще дико, как можно в онлайне обучать там бегу. Создал школу, она до сих пор работает, я ее потом продал одному из своих тренеров. Ну, то есть опыт у меня был небольшой уже, я где-то там год, может быть, ее делал и в принципе вел. И когда вот, получается, в 18-м году в начале, вообще мне, наверное, помогла такая вот волна темы криптовалюты, да? То есть если до этого мало кто интересовался там инвестициями, деньгами, то тут вдруг все стали эксперты вокруг. То есть половина людей стала экспертами, стали учить другую половину, как зарабатывать на криптовалюте. Все стали инвесторами. Одна половина стала учить, другие стали все инвесторами. Естественно, как правило, я наблюдал за этим, все очень печально заканчивалось, то есть очень много людей там теряло, кто-то пытался засовывать какие-то финансовые пирамиды там и так далее. Но это все всегда очень было печально. И ко мне постоянно люди знают, что я, ну, в финансах хорошо разбираюсь, ко мне постоянно там то ВКонтакте, то в Инстаграме, то друзья там обращались с вопросами, а как вот эта компания? А расскажи, а вот сюда стоит вкладывать или нет? И, ну, в 99 случаях из 100%, да, я им говорил, что нет, туда не стоит вкладываться. Естественно, меня никто не слушал, вкладывались, ну, и потом, соответственно, теряли деньги. Мне стало как-то вот обидно, потому что у меня есть эти знания, но мои советы люди не слушают. Они слушают, потому что у них нет глубокого понимания, да, почему вот сюда нельзя вкладывать деньги, почему надо по-другому, почему надо подходить более грамотно, глобально. Вот, для большинства людей инвестиции – это как игра в рулетку, в казино, ну, типа, а тут выиграю, а тут проиграю. То есть они не ожидают, да, то есть какой будет исход? Они думают только о доходности, но никто не думает о рисках, да, и почему финансовые пирамиды процветают, потому что они все обещают большие доходности, при этом еще и гарантированно. Вот, и когда человек обычно рядовой, даже не рядовой, кстати, в финансовых пирамидах очень много юристов почему-то, да, вот, то есть образованных, грамотных людей, когда человек слышит, что доходность, там, например, 100% годовых, гарантированно, у него мозг отключается, и он туда несет свои денежки, не вникая в суть, в подробности, и даже не читая договор. Вот, то есть иногда достаточно просто, я прошу там скинуть договор компании, куда люди собираются скинуть деньги, и уже на первой странице уже все понятно, то есть, ну, даже к бабке не ходи, то есть понятно, что туда не стоит нести деньги. Вот, и я понял, что мне нужно создать какую-то прям вот программу, такую плотную программу, хорошую, качественную, без всякой там эзотерики, мотивации там и так далее, просто вот мясо с картошкой, чтобы людям было понятно, что и как делать от и до, причем именно базовый уровень, простые, начиная с простых вещей, ну, и уже заканчивая там более продвинутыми вещами. Важно всегда понимать, кто тебя обучает, и вопрос очень простой, это, кстати, любой ниша касается, а на чем зарабатывает этот человек, который меня обучает? Он зарабатывает на том, что он меня обучает, или он зарабатывает на чем-то другом, да, называется бэкэнд, то есть, например, мы продаем тут тебе бесплатную консультацию, как зарабатывать на Форексе, ну, брокеры так работают, да, Форекс-брокеры, приходите, у нас бесплатные курсы, люди приходят, а на чем они зарабатывают? Давайте зададимся вопросом. На том, что ты торгуешь и сливаешь там свои деньги, они зарабатывают на комиссии, да, соответственно, в чем у них интерес? Чтобы ты ложил деньги. Как они тебя научат? Они тебя научат торговать так, чтобы ты делал как можно больше транзакций, потому что покупаешь ты или продаешь, они зарабатывают каждый раз свою маржу, вот, и в итоге, ну, как говорится, казино, оно всегда остается в плюсе. Расскажи про запуск. Ты запустился с августа 2018 года, правильно? Ты запускался на теплую аудиторию? Да, вот на та аудитория, которая у меня была, в принципе, на тот момент в социальных сетях, она была не очень большая, но она была. А сколько было человек? Ну, вот я первый вебинар провел на теплой аудитории, по-моему, там было человек 60, если не ошибаюсь. Это пришло на вебинар? Да, пришло на вебинар. А сколько из всего? То есть какая была воронка? Сколько всего человек было? Наверное, вписалось человек 200-300, вот так вот где-то. 200-250? А подписчиков было сколько в социальных сетях? В инстаграме у меня 18 тысяч подписчиков, но это такая цифра, знаешь, там активность не очень высокая. Они не накручены, но активность не очень высокая, я не сильно там как-то развиваю. Ну, то есть реально живой аудитории, которая за мной следит, которая там, ну, по охватам инстаграм, по тем же, да, где-то, наверное, тысяча две человеку, вот так вот, живой аудитории, которая наблюдает за мной. Тысяча две, значит, пришло 60 человек, купила сколько? Я сейчас точно не помню, сколько купила, но продал я где-то тогда, наверное, тысяч на 125, да, на 125 тысяч продал. 125 тысяч, угу. Да, тогда был меньше средний человек, потому что с тех пор мы сейчас подняли цену курса, потому что и сам курс, он сейчас другой, то есть он, ну, вырос, он более качественный, сейчас и куратор работает, там задания проверяются, то есть курс стал прям на порядок выше. Ну, и, соответственно, ценник тоже мы подняли, с тех пор мы его подняли уже в пять раз. В пять раз? Да, ну, просто первый раз, я вообще не знал, за сколько это продавать и продавал, ну, очень нежно. Запускать онлайн-бизнес это волнительно и немного страшно, и мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от Акселератора. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Что тебе дало обучение в Акселераторе? Ну, вот у Акселя очень прикольный хэштег, Аксель ускоряет. Вот именно ускорение я и получил, потому что я еще раз говорю, да, то есть я люблю там что-то вковыряться, что-то там изучать, все улучшать, и можно долго не запуститься. А Аксель, благодаря тому, что вот была битва, и вот это вот очень классный, вроде бы у Акселя годовая программа, да, но они в первые там два-две недели дают, по сути, такой экспресс-курс по всей программе. И вот это позволило, ну, так как у меня уже были знания, мне не нужно было прям вот весь там год учиться, чтобы запуститься, да, но вот он мне дал понимание, что основные как бы пункты, с чего, что, как сделать, докрутить, я это сделал, и, соответственно, Аксель меня ускорил. Это первое. Второе, это клан, потому что у нас клан такой хороший, образовался там, хорошие классные ребята, мы друг друга тоже поддерживали. И сейчас уже, вот спустя там полгода, это сообщество, клуб пяти нулей. Вот, это очень тоже крутая штука, если честно, если бы этого клуба не было, это прям был бы, ну, я бы немножко, наверное, расстроился, да, вот прям вот этот клуб, молодцы, что его сделали, то, что сейчас наставничество ввели, это вообще круто, то есть есть еще клуб шести нулей, те, кто уже больше миллиона зарабатывает, и они наставниками являются у тех, кто больше там от ста до миллиона зарабатывает, это прям очень крутая штука. Расскажи про оборот своей школы и про то, сколько на тебе принесла за это время. Ну, суммарно, если брать там с августа, там по сегодняшний момент, это мы продали на два с половиной миллиона, ну, цифра она как бы маленькая на самом деле, да, потому что в основном продажи мы сделали уже вот в этом году, в девятнадцатом, с нового года, вот январь, вроде январь был такой, ну, как бы январь он обычно не очень. Да, обычно, потому что люди тратят деньги на новый год, а потом уже нет. У меня есть еще там другое, там основной бизнес, откуда у меня там, скажем, ну, за счет чего я имел возможность все остальное тоже делать, развивать, но в том плане, что я не голодал, вот потому что у меня там семья, а дети тоже надо как-то жить. И вот в этом бизнесе наоборот, январь такой просадочный, а здесь вот в январе, в этом году мы сделали наоборот рекорд максимальный, мы там что-то оборудовали, на 850 тысяч, по-моему, продали. Я эксперт и продюсер, это и сложно, и просто, то есть мне просто с собой договориться, мне не надо там соглашение писать, как мы будем что-то делить, а давай мы такой вебинар проведем, да, я все принял решение, сделал, но при этом я разрываюсь, я как эксперт хочу и продукт улучшать, развиваться в этом направлении. И как продюсер я хочу улучшать продвижение, маркетинг, упаковку, команду развивать, вот, это все как бы важно. И я вижу тоже там сотни точек роста, я вижу там десятки вещей, которые у меня, ну, как мне кажется, ужасные, то есть они мне оказались полгода назад хорошие, сейчас они мне кажутся ужасные, и поэтому вот, ну, разрываюсь, поэтому сейчас еще, ну, не еще, а набираю команду, и это помогает, это классно. За эти последние два месяца вы сделали 2 миллиона, ну да, основной оборот за последние там 3 месяца сделали. За последние 3 месяца. Несмотря на то, что вы продаете сейчас на холодный трафик. Да, да, мы продаем на холодный трафик, это был прям переломный момент, то это в акселя, тоже вклад большой, то, что есть эксперты, которые дают обратную связь, и вот первый запуск я сделал на горячую аудиторию, прям на горячую, даже не на теплую, а на горячую, и там были продажи, я, конечно, порадовался, потому что, ну, я продал, все хорошо, но я понимал, что я не смогу сделать второй, третий, четвертый раз так же, что и подтвердилось. То есть на первый запуск я потратил на рекламу 0 рублей, продал на 125. На второй запуск я потратил на рекламу 40 тысяч рублей, а продал что-то на 60. То есть на 20 тысяч. Третий запуск я потратил что-то там тоже 60 тысяч рублей, а продал тоже на 100. Ну, как бы и так тяжело, вот, и потом, ну, в аксель обратился, и там эксперты мне дали обратную связь, что у тебя все твои материалы, посадочная страница, вебинар они не готовы на холодную аудиторию то есть люди не знают кто ты что ты вообще да не понимает к тебе нет доверия потому что до этого продала на теплую я исходил из того что они все меня знают они знают мою экспертность они ну там многие лично основной знакомы они знают меня в принципе по жизни что это вообще не обман это не кидалово что есть живой и у меня там есть бизнес есть проекты есть семья да и так далее потому что интернете много всего и люди видят мою рекламу о парень обучая там деньгам очень много всяких непонятных всяких курсов и схем на эту тему поэтому конечно доверия не было я переупаковался перестроил сайт переделал свой вебинар прям вообще полностью добавил там больше блок информации о себе и пошли первые продажи уже такие хорошие прям продажи на холодной аудитории и это прям было очень круто то есть когда я на вебинаре на который я специально не делал рассылку по теплой базе на холодную аудиторию я продал там что порядка 200 тысяч рублей вот тогда я прям там бегал радовался у меня тогда человек один человек был в команде технический специалист я ему там пишу вам вдвоем это сделали пробу говоря вот ты и он до 200 200 тысяч рублей да 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 мы сделали это прям было очень круто потому что я понимал что продажи идут на людей ну и то есть я смотрел поют и меткам откуда люди пришли да я смотрю что люди пришли с рекламы то есть фактически они узнали обо мне неделю назад ну там в течение недели шла реклама дамы собирали на вебинар и они купили и они купили ну там за полную стоимость это прям очень круто я понимал что если я могу так делать то все теперь я могу продавать на любые суммы то есть мне просто нужно вкладывать больше денег в рекламу я смогу продавать на любые суммы потому что вот именно конверсия воронки у меня хорошая вебинар у меня хорошо продает хороший вебинар и в том числе но вот ребята с акселя эксперт они мне помогли докрутить то есть я раза три наверное на разбор отправлял они мне давали обратную связь я переделывал опять отправлял опять переделал этот крут ушел перфекционизма да сейчас больше на начинку но перфекционизмом как бы все равно не ушел там всегда есть но скажем они меня направили до в нужное в нужное направление что что нужно делать да ускорили какие прогнозы на ближайшие месяцы то есть такое ускорение я позволила мало по малу вывести все на большие обороты прогноз допустим на на майка пока небольшие обороты я понимаю что для тех кто например только начинает или для тех кто вообще не начал я просто помню себя да когда кто-то говорю что он продает уже там на 600 на 800 мне казалось это вообще боги ну космос как так можно когда ты уже достиг этого уровня да во первых ты видишь людей вот тут за сцены там выступают люди у которых обороты там 5 миллионов 10 миллионов с одной стороны с другой стороны ты внутри ты понимаешь что 600 800 это это какой бизнес еще на коленке настолько все просто да и и это это конечно не что-то такое глобальный стабильно это там сегодня и завтра нет если ты не будешь в это вкладываться она конечно же сама без тебя работать не будет то есть нужно естественно этим заниматься отстраивать тоже команду поэтому планы это у меня тут с разными людьми общался у всех разные цели да у меня нету таких целей что прям там я хочу там порвать весь мир и вот на нам глобальное там что-то я конечно хочу развивать продукт я хочу сделать очень крутой курс я хочу сделать лучше курс да на русскоязычном пространстве на тему личных финансов сохранение при умножении капитала именно для того чтобы больше достучаться для большего аудитории людей просто чтобы им реально помочь чтобы им открыть глаза чтобы они перестали терять деньги чтобы они достигли вот этого благосостояния и не бегали то есть вышли из этой крысиных бегов потому что миллионы людей в россии в странах снг они живут смысле о том что их все финансовые вопросы проблемы решаться когда они тупо будут зарабатывать больше но это не так и есть люди которые там 20 лет вот в этой теме варится и так и не поймут что нет это не так люди соответственно которые одну проходят мое обучение они понимают что другие правила и надо делать по-другому и человек может допустим зарабатывать 30 и он может не увеличивать сильно доходы но в рамках даже этих своих 30 тысяч рублей он может достичь благосостояния и жить совершенно в другом внутреннем состоянии у него то есть человек например который сделал все по технологии до зарабатывать 30 тысяч рублей он в большей финансовой безопасности чем какой-нибудь предприниматель который зарабатывает 300 это кажется парадоксально но оно так и есть что такое новое пока что не понятно для меня вот я первый раз такой слышу реально такой inside да потому что предприниматель у него 300 но у него там дорогие машины в кредит дорогие там этот у него обязательства тут долги и кредиты да и и ничего нет и он понимает что если что-то произойдет с его бизнесом он останется на обочине жизни а семья будет там бомжевать ему придется там залезать долги в кредит понимаешь а человек может зарабатывать 300 и при этом у него вот эти вот сосуды благосостояния не наполнен он свои деньги не через дуршлаг вот так просто выкинул куда-то да не на дорогие там часы там машину дорогую все я не говорю про то что надо жить на хлебе с водой я говорю что нужно жить по средствам не забегая там в будущее до комфортно но если у него 30 тысяч но у него при этом есть на депозите там не знаю там сто пятьдесят тысяч рублей и он на них сможет жить полгода в случае чего у него застрахована жизнь у него застраховано имущество у него есть личный финансовый план у него есть инвестиционный портфель у него есть инвестиционная стратегия как он достигнет таких целей как например даст создаст капитал на образование своих детей капитал на покупку какой-то крупной недвижимости может быть дома там за города и самое главное капитал на пенсию т.е. пенсия в кавычках это не обязательно там 60 лет 65 до это может быть раньше но ты можешь взять и просчитать что ok через пятнадцать лет я уже не хочу зависеть от работодателя или не хочу зависеть от бизнеса ты можешь продолжать работать ты можешь продолжать делать бизнес но при этом ты знаешь что в случае чего у тебя есть капитал и ты сможешь послать всех и жить на процент с этого капитал и вот когда у тебя есть этот план и ты реально по нему двигаешься Это дает внутреннее благосостояние. И никакой предприниматель со своими 300 тысячами рядом не стоит, потому что он постоянно в стрессе. У него, по сути, ничего нет за душой. Есть очень классная книга, вот, ну, к нас смотрят, да, можете почитать. Она уже не печатается, к сожалению, но очень классная. Она называется «То ли ваш сосед миллионер, то ли мой сосед миллионер». Ее только в электронном можно скачать. И вот там очень классно рассказывается про то, что на самом деле это самое масштабное исследование и опрос миллионеров в США, да, что настоящие миллионеры, у которых есть капиталы, там, 1-10 миллионов долларов, они не живут вот так, как мы привыкли, как показывают по телевизору. Они живут нормально по средствам. И многие их соседи даже не знают, что они настоящие долларовые миллионеры, да. Первая книга, которую ты прочитал в 14 лет про финансы Киосаки. Да, Роберт Киосаки в 16 лет я прочитал. Тогда это было что-то невероятное. Сейчас мне 34, то есть это было очень давно. Сейчас все полки забиты, там, Киосаки, Бодешефер и так далее. Тогда эта книга попала мне каким-то волшебным образом, совершенно случайно. Я ее прочитал, и это прямо произошло переворот в моей голове. То есть 16-летний мозг, такая информация. Не было ни то, чтобы курсов, Инстаграм, ничего же не было. Даже ВКонтакте тогда не было, ничего не было. Вот, это был взрыв. Я понял, что я буду миллионером. Я всем вокруг рассказывал, что я буду миллионером. Мне все крутили пальцем, виска, говорили, что, блин, бред, успокойся. Я не знал, как это сделать. Это, кстати, проблема. Многие читают такие книги. Круто, все зарядились, что делать, непонятно. Я тоже не знал, что делать. Я ничего и не делал. Ну, такого серьезного. Ты что, выжидал? Ну, как бы непонятно, да. Вот в 23 я тоже попал в некую такую среду. И с тех пор я начал вкладывать деньги много именно в свое самообразование. То есть я помню, я потратил 80 тысяч рублей, поехал в Арабские Эмираты на тренинг долларов и миллионера. И там просто вот это вот был следующий ключевой момент, который изменил мою жизнь. Это был просто взрыв. Мне пришлось занять денег у родителей, у родственников. Это было очень тяжело, потому что на тот момент, тогда я зарабатывал, ну, где-то 12 тысяч рублей в месяц. Егор, в конце каждого выпуска мы просим резидентов для наших зрителей дать какой-то бонус. У меня есть основной курс, который длится 8 недель, да, 2 месяца. Он называется «Благосостояние». Это такой флагманский курс, он пока единственный продукт, который есть. Я в него все, в принципе, засунул. Не стал там дробить на миллион разных продуктов. Давай сделаем на него скидку 30%. Отлично. К цели «Благо» 30%, приходите к егору, учитесь. Давай ограничим только, я думаю, двумя неделями после выхода видео. Две недели после выхода. Две недели после выхода видео, да. Если вы видите, время еще не вышло, пишите. Пишите, учитесь управлять своими финансами. И будет вам благо. Будет вам благо, будет спокойствие, будет уверенность в завтрашнем дне. Будет понимание, что заработать – это только первая ступень. Что еще большой путь до того, как сохранить, сберечь и чувствовать себя уверенно. Точно. Ну и приходите в «Акселератор», потому что, как мы видим, «Акселератор» очень сильно ускорил Егора. Да, «Акселератор» ускоряет. Толчок вперед, «Акселератор» ускоряет. Приходите, идите по этому пути, дерзайте, создавайте свои онлайн-школы, показывайте свою экспертность, доказывайте людям, что вам можно доверять. И испытывайте благо. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, оставляйте лайки и комментарии. Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok